Здравствуйте, хочу рассказать о покупке дешевых наушников и мышки. Распаковка посылки, предыстория, решил себе купить наушники для компьютера и не просто наушники, а брендовые наушники. Подобрал себе Sennheiser, вроде бы цена нормальная, да и качество самой фирмы радует. Но еще раз подумал и решил не покупать дорогие наушники, музыку с компьютера не слушаю, да и пользоваться буду не так часто ими. В общем жаба окончательно меня задушила и я решил заказать наушники из Китая за 15 баксов. Сразу говорю, что в моем городе в офлайне за эти деньги наушники купить невозможно. Основные критерии для выбора это амбушюры и оголовья из приятного материала. В этих наушниках амбушюры и оголовья выполнены из дерьмантина. Динамики прикрыты сеточкой. Наушники регулируются по длине и по положению относительно ушей. Кабель толщиной 3 миллиметра и длиною порядка 1,8 метров. Кабель находится с левой стороны, расстояние от наушников до регулятора громкости 30 сантиметров. Штекеры пластмассовые, материал пластик, не очень приятные по ощущениям. Качество звука в сравнении с наушниками с офлайна за 20 долларов. В этих наушниках шумоизоляция лучше, но громкость меньше. По качеству звука претензий нет. Я не сравнивал звучание множества инструментальных композиций с высоким битрейтом, я слушал привычные для себя песни в стиле рок. Мышка. До покупки пользовался мышкой A4T купленную в офлайне несколько год назад примерно за 15 долларов. Два раза паял провод, на фото можно заметить синюю изоленту. Сама поверхность мыши очень затерлась. Эту мышку я называю терминатор, смотрите фото. Старая мышка. На коробке можно увидеть фотографии характеристики мышки, а также модель HVMS672. В коробке, мышка и сменные резинки на дно мышки. Фото коробки. Материал шершавый пластик, по ощущению приятный. У мышки колесико и пять кнопок, левая, правая, две дополнительные кнопки под большим пальцем и кнопка DPI изменению чувствительности. Хочу отметить кабель, оплетка тканевая, приятного синего цвета. И я первый раз увидел на кабеле от мышки ферритовый фильтр. Очень не понравился штекер. Он очень большой, для меня это минус. Главная особенность этой мыши, 7 цветная подсветка. В видеоработы, подведу итог, наушники меня порадовали. А от к мышке нужно было привыкнуть. Очень необычная квадратная форма. Спасибо за то, что читали мой обзор. С радостью выслушаю критику и отвечу на комментарии. Пожалуйста не забудьте поставить лайк и написать комментарий. Субтитры сделал DimaTorzok